Всем привет! Привет! Вы на канале Сестры-Чефтель. Я Света. А меня зовут Кристина. Две сестры. Мы вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Приходим дальше. Прекрасная погода. Сейчас обеденные перерывы. Плюс 50. Мы уже поели. На солнце. Что-то ела в столовке. Я съела котлеты по-киевски. Я тоже. И салат, как он, греческий. Овощной. Снимали. Ну да. Девочки, я тоже съела котлеты по-киевски. И салат из капуста, морковка и корошка. Без хлеба, без гарнира. Там просто одно мясо. Куриное. И взяла с собой эту запеканку. Я ее потом позже буду есть. Идем на работе. У меня тоже в рюкзаке запеканка. Это на второй обед. Так, сейчас мы просто идем гуляем, чтобы снять ролик. А потом идем дальше работать. Такая жарюка, она вообще. Прям припекает солнце. Она плюс 50 точно. На самом солнце может быть. Детишки гуляют в парке. Ну это, да. Отдыхайся, скорее всего. Тут написали такой комментарий. Света, вы что? 200 килограмм это инвалидность. Какие могут групповые занятия? Ну это я так лиханула. Таким будет даже ходить тяжело. Какие уж там занятия. Ну да. Совершенно и это. Ну я имела ввиду 100, 110, вот так вот. 120, 130. 130 тоже прекрасно ходят на любые занятия. Медленно, без прыжков, без всего. Но что-то руками, ногами начинают шевелить. А это в бассейне, вот эти групповые занятия. Ну бассейн это самое легкое. Аквапайк. Какой аквапайк, блин. Девочки, бассейн это самое легкое. Аква фитнес. Аква фитнес это вообще самое легкое. Не то, что легкое, это самое безопасное. Да. И то, если у вас есть нормальный бассейн. И то, если там набирают спорт этот. Вообще он существует. У нас такого нет. У нас вообще много чего нету в больших городах. Вообще много нету чего. У нас есть и туалеты есть на улице. Ну можно просто тогда в бассейн пойти. Не обязательно в групповое занятие. Просто плавать это самое безопасное. Мы имели в виду групповые, любые занятия, групповые. Потому что сам ты будешь вот так плавать. Пойдем в тенечек, я сейчас расплавлюсь. Вот так плавать ты будешь сам. Как на море. Ляжешь возле берега, как лягушоночек. И будешь там лежать. И вот потом такой, как классно. Мне так нравится в бассейне. Мне так эти групповые занятия нравятся в бассейне. Что ничего там делать не надо. Мы имели в виду групповые занятия. Потому что под присмотром нормального специалиста. Который будет вас гонять. Гонять будут. И 130 килограммового человека. Будут давать им. Вот ты например орешь там. Я не могу больше. А тебе будут говорить. Надо все равно сделать третий подход. Потому что ты один подход. Вот так отжимание один сделал. Это уже один подход. Ну подходы это только в спортзале. На акваиобике нет подходов. Ты просто там повторяешь за инструктором. Да и все. А еще не можешь уже просто. Кто не еле прыгаешь. Кто никогда не занимался спортом. Для них ебак в аэробике будет серьезно сложно. Конечно. Там же все равно сколько надо усилий потратить. Как кто-то говорил, что ты даже потеешь в воде. Если по-настоящему у тебя там фитнес-тренер тренирует. Что можно потеться даже там. Конечно. И в бассейне надо брать и плавать туда-сюда. Хотя бы 10 повторов. Туда-сюда. Туда-сюда. Смельчки хорошо. Туда-сюда. А они как в бассейн придут, плюхнутся и возле бортика стоят. Вот это вот комыхаются. И сейчас ты ну от такого конечно спорта. Это то как помылся в ванне. Как будто ты подмог в хлористой ванне. Полежал в ванне холодной. Немножко с лишней добавочки хлорка. Ну да и все. Просто имеется в виду, что любые занятия, когда ты сам пришел, ты можешь так же на фитбол быть без тренера. Поплыгать на мяч. Этот мяч и с ним полежать на матрасе. Такое мне дают. На гамаке. На гамаках покрутиться сам ты можешь. Поспать в них, да? И всем чесать, пару фоточек сделать. И всем чесать, что ты записался на йогу. Вот так же в тренажерный зал самому без тренера можно ходить. Можно, конечно можно. Походил три минутки там на этом беговой дорожке. Потом что-нибудь. Наделал красивых фоток. Что ты там ходил. И все. И нормально. И больше ничего там не делать. Потому что тяжело. Но мы же без усилителей, конечно, что-то там. По поводу. Да. Можно в такой тренажерной зал ходить. Чтобы еще кондиционер там был хороший. Можно спокойно на других тренажерах сидеть. Главное, видеть красивую повязку на лоб. И сидит. И новый сплотивный костюм. О, мужчина тренируется, задом бежит. Сейчас он... Давай отойдем. А то в нас попадет. Не будем мальчику мешать. Наверное, тренирует какой-нибудь свой вестибулярный опор. Без тренера. Передом побежал. Потому что у него есть мотивация. И есть внутренняя дисциплина. Но у нас ее нет. Поэтому у нас внешний фактор. Неправда у меня есть. Ну, я говорю про всех людей, которые смотрят этот канал. Ну, может, у тебя одно есть. У всех остальных нет. В данный момент нет. Я чуть-чуть расслабилась. Вот. Но когда я прям хочу, тогда у нас есть. Девчата, кто такой же ленивый, как я, вам обязательно нужен тренер. Обязательно. Без тренера не получится никакой физкультуры. Ну, никакой. Даже вы пойдете вот на улицу бегать. Типа бегать. Ой, плохая сегодня погода. Я один круг сделала. Это я по себе знаю. Я не слов придумываю. Что-то сегодня все некритические дни. Мне можно сегодня не бежать все. Оставшиеся 10 кругов. Назад по тенечку. Там везде солнце. Пошли назад по тенечку. Мы так дойдем до нужного места когда-нибудь? А где у нас нужное место? Ну, кое-какое место. Мы не рассказываем, куда мы идем. Синяя будочка? Туалет вызвать? Нет. Просто не оцените на этом внимании. Забудь. Ты опять хочешь туалет? Нет. Следующий комментарий. А у вас продается протеиновое мороженое? Девочки, вы вспомните, мы только что вам говорили, что у нас нету акваэробики или не то чтобы протеиновое мороженое. У нас много чего нет. У нас тут много что СССР еще. У нас, конечно, хоть ситный зал есть с душем. И то большой плюс. Это самый главный плюс из кондиционера. Да. Там мало жира и калорий. В салате клетчатка, она не усваивается. Поэтому нулевая калорийность. Калорий считать все равно, погрешность будет. Вы точно-точно, прям не посчитайте. Тарелку просто делить половиной клетчаткой, четверть убивода, четверть белки. Протеиновое мороженое мы уже сказали нет. Мы даже не знаем, как оно выглядит. Даже какое оно по вкусу. Какое не по вкусу. Отличается оно от обычного мороженого коктейля или нет. Я один из только делала протеиновые кексики дома сама. Ну, я их выбросила, потому что у меня был привкус протеина, вишни. И кексы получились отвратительно невкусные. Я их выбросила. Ты не могла их никому скормить. Кому? Я ничего не скармливалась. Кому? Нет, я даже понюхала. А пахнет так вкусно вишенкой. Только откусила. Что-то ты туда плохого накидала, если, наверное. А, да, там была мука гречневая, но я думаю, это все-таки запоэтоина было. Твордительный вкус. Короче, там такое намешало. Пэ-пэ-пэ. Кекс. Вот после таких кулинарных экспериментов. Экспериментов не захочется никакого па-пэ-блюда. Ну, конечно. Не, нам кто-то больше рекламировал, кто, женщина, делает какие-то просто разные торты. Только в поле такие. Что она даже заменяет на какие-то вечеринки, у кого, кто фитнес, вот такие вот, это мяшки им делают. И вкусно, говорят, очень вкусно. Там мяшки пэ-пэ, типа на вечеринке. Кексики такие низкокалорийные. И тотики тоже. Тоже, все низкокалорийные. Какой-то па-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Салат и все это можно заказать. И то, это девочки. Город, 84 тысячи населения. И только еще одна женщина додумалась до такого. Потому что что? Тут пэ-пэ-слово расшифровки не все знают, что-то означает. Полезное питание. А что он тут говорит? Пэ-пэ-блюдо. Что такое пэ-пэ-блюдо? Ты скажи, никто не в курсе особо, что это такое вообще. Ой, да я пришла в магниты и стою на кассе. А у меня там авокадо, что-то такое. Алис салата. И музык рядом стоит. И как давай меня хаять. Говорит, что это за еда? Вы что вообще едите? А что они сейчас смотрят тебе в тарелку? Он стоит с бутылкой водки и что-то там еще за кусонку. А водочку-то лучше пить. Вот посмотрите, у меня прекрасный набой. Ну, перевели все на шутку, естественно. Какой молодец парень. И Косе тоже, давай ему подачивать. Говорит, как можно есть это ли салат, это авокадо, маслины. Вот если может тут пэ-пэ-тортики готовить? Маслины. Как этот бизнес не разорится в этом городе? Ну не, ну не все ж такие. Это небольшая часть людей. Небольшая часть людей, которые ест пэ-пэ. Ну это вообще мизерная часть, которая пэ-пэ ест. Ну да. Так, что мы дальше тут сейчас читаем? Сейчас, секундочку. Есть такой доутор назад, он сейчас. Это как раз я смотрела про взвешенные люди. А ты уже привыкла к этой жире, да? Это я издеваюсь. А еще на бетоне и пыль. Это на море хорошо, лежишь на песочке, намазался кремом. Тебя обдувает свежий бриз морской. А тут от бетона пыль вот этой жаря. Мы сейчас днем и, знаешь, ровно в 12 часов дня и на море неси, шикарно сейчас. Оттуда сейчас все уходят кушать. Все идут есть да спать. Ой, тенечек, давай ты тут сейчас поочитаешь. А то я не все рябит там. Иди сюда, моя белочка. Температура выше, чем у меня внутри организма. Девочки, есть такой доктор Назарда. Сейчас опять охранник выйдет и скажет, что вы тут делаете? А почему вы тут снимаете? В его клинике люди худеют с 200 и с 300 килограмм. Килограмм. Это худеет, а потом он делает операцию. Сронтирование желудка. Я смотрю постоянно эту передачу. Клавный принцип. Вся еда должна быть в жидком состоянии. Представьте, что у вас нет зубов. Что вы будете есть? Правильно, каши, пюре, супчик, творожок, йогурт и так далее. Лично я так похудела с 86 до 63 сейчас. Ела все только никаких кусков. Все или через мясорубку. Можно я поиздеваюсь? А потом ты посерьезно моя скажешь. У меня есть друг один. Не друг знакомый очень. Да, не дали знакомый. У него нету зубов вообще. Он молодой, ему лет сорок. Но ни одного зуба нет. И он прекрасно ест шашлык, картошку, пюре. Я не знаю, что там. Все обычное мясо. Только так. У него улетает сосудки, это вообще любимое дело. А как он это проглатывается? Он жует. Он мелко режет и жует. Видно, как он жует. Я не знаю, у него, видимо, там все уже так окаменело, эти десны. Но он жует. А вставить он не хочет себе зубов? Не хочет. У него денег полно. Он бы мог уже доставить и челюсти. Не знаю, почему он не вставляет. Есть просто люди, которые нашего возраста, ну да, 40 лет. У него пиньков нету ничего. Просто пустые, пустые. И старшие, которые очень сильно боятся стоматологов. Вспоминают у детства страстную часть. Когда стоматологи просто издевались, как конократы над людьми. И у него девчат полно. Кошмар. Да, у него жена была. Потом он изменил у него. Потом другие девчата начались. Все только дело в деньгах, как всегда. Деньги есть, зубов нет. И все прекрасно. Ну, а как вот старые женщины, 80-летние, с ними как вот этот зажигает все эти стриптизеры. И жена красивая, молодая, и любовница. Все только за деньги. Нормальные. Кошмар, ты мне его показывала, я не знаю. Ты поняла так? То бесплатно бы даже не согласилась на встречу. Даже в поле. Там, где ни одного человека нет. Снять, не села бы. Давай, что там по доктору. А при чем излишенные люди? Там его не было, этого доктора. Излишенные люди, а это вообще американская передача. А, а то я же фанат излишенных людей. 300 килограмм. Я вижу, что 300 килограмм она называется. Здесь столько людей, девчата, это походная... То есть, оказывается, опять не ту сторону, туда ушел только 100, весь табун. Да, и там тоже табун. Много людей. А то мама нам всегда говорит, почему вы не снимаете в самый центр, где очень много людей. Мы просто не любим ходить в чак-пит. Конечно. Очень, много людей, очень жарко. Мы как бы висаем, снимаем, не знаю, все ходят, смотрят так подозрительно. Доктор Назардан дает людям такую диету, вообще он им дает диету, белок с овощами есть. До того, как они похудеют хотя бы на 30 килограмм. 30-40 килограмм первых. С весом 130, с весом 300... С весом 300 килограмм. Не могу на времена женщина разговаривать столько. Ну вот пошли. С весом 300 килограмм он их заставляет на силе воли похудеть на первые 30 килограмм. Чтобы увидеть, способны ли они вообще, ради чего-нибудь жетовать своими вот этими ужасными привычками. Наверное, кто не может, тому он не режет, да? Пока они не... Есть такие, которые клуши, которые год сидят и ждут, что нам сделают операцию. Он говорит, так вы не похудели ни на один килограмм. Я должен за вас опять похудеть. Я должен вам сделать операцию, а вы опять ни хрена не должны делать. Вы должны мне доказать, что чтобы оставить жизнь вам, вашу жизнь, вы должны похудеть на 30 килограмм. И потом, когда до них доходит, что не за них будет кто-то худеть, а не сами, тогда только они начинают худеть. И худеют на белке с салатом. Белок с салатом, да? Да. И вот этот им дает один месяц или два всего, чтобы он не сбросил этот вес. Потом он делает операцию и, естественно, потом они едят пюреобразную еду. Потому что, ну, как урезан до 100 грамм. 100 грамм они едят пюреобразной еды и пьют витамины. Потому что сильно большой сброс веса идет. За первый год они теряют килограммов по 100 каждый. Сейчас сильно, наверное, будет слышно, да? Музыку изыскать. Да выйди, нет. Даже я ее не слышу. Они теряют одну треть уже своего большого веса. И потом за второй год они полностью весь теряют вес. Девчата, очень-очень много кто нифига даже после операции не худеет. Представляете? Я сейчас смотрю, я почему сделала такой вывод, что не получится даже при помощи операции похудеть. Что ты похудеешь от операции. Вот начали приводить пример сейчас двух блогеров. Вот они похудели и не набирают. Девочки, всему свое время. Прошло только у тех женщин 2-3 года. 2-3 года. Вот если они растянут желудки, как раньше, то они опять растолстеют. Есть привычки к себе, ну, как сказать. Если человек бросил пить и бросил, и не пьет. А бывает, прошло лет 10, умерла у него какая-то прабабушка, которую он очень сильно любил. Он опять запил. Это с бывших журонов не бывает. Так же, как и бывших нариков и всех остальных. Если вдруг они начнут что-то случиться, они опять начнут желудок растягивать. Они прекрасно растолстеют, эти все блогеры. Мы же знаем, у кого зависимость хорошенько пожрать, он обязательно растянет желудок свой. Мы учимся привычку выработать. В стрессовых ситуациях не заедать этот стресс. Радость не заедать мороженым. Как это научиться сделать? Кто-нибудь знает этот способ? Левчата, напишите. Про мотивацию никто так ничего путнего и не написал. Только чтобы быть здоровым. Девочки, как мозгу объясните, да? Ну, каждый сам себе ищет мотивацию. Меня мотивирует классное платье, нравится пацану какому-нибудь еще что-то. Знаете себе, купальник и так далее. А кого-то это вообще не мотивирует. Я прекрасно купальник. Кому-то мотивирует здоровье. Кому-то вот, я не знаю, подвижность. Меня еще подвижность тоже очень мотивировала. Что я могу сучить. Да, сучить. С тресс я не могу играть, бегать там. Особенно в профессиональном смысле. Меня это вообще мотивировало больше всего. Чтобы быть фотографом, а не домашним такой клушей, знаете, мамой в декрете. У меня только идея этого, я сама себе нашла мотивацию. Тебя была мотивация здоровья, правильно? До 100 килограмм. А сейчас ты как бы здоровая и мотивация закончилась. И подвижная. И подвижная. И я уже до 96 похудела. До того момента, когда я становлюсь очень сильно подвижной, рухенький, бодрый кабанчик. Не знаю. Я, смотрите, я не собираюсь бросать, например, в спорт никогда. Потому что я поняла, что вот без спорта я точно 130 килограммов встану за пару месяцев. В спортзал я буду ходить всегда. А привычку я вырабатываю. У меня уже все равно более полезные привычки. Если я позволяю себе какое-то мороженое. Я же не иду на чаепитие на серьез. Я же не покупаю два брикета или один брикет в моей области. Один мне, один тебе. Я же не иду на серьезные чаепития. А бывают не серьезные чаепития. Бывают чаепития без прожженных и без шашлыка, да? Да. А бывает, что я тому сижу не иду. Не потому что я очень хочу, а себя сдерживаю. Потому что я не хочу даже на серьезные чаепития идти. Вот о чем речь. Я уже поменяла мировоззрение. Мне уже не нужны эти посиделки вот эти. Бестолковые, как говорится. Не, бывает есть такой человек хороший, ты его не видел сто лет. Встретила вот я подружку на днях. Так с ней я пришла, пошла вот в такой же кафе на улице. Мы просидели 15-20 минут после попили с ней. Я с удовольствием поговорила. Конечно. Посидела с ней. Блин, на серьезном чаепитии. Она, эта девочка, стройная, очень фигуристая. Она спокойно поела какое-то мороженое. Она-то умеет себя контролировать. Мне какое-то там мороженое нельзя такое вот начинать есть. Я попила просто кофе. Какое-то такое маленькое. Попаду за биркетом. Да, да, да. Все ты знаешь, Леточка, про сестру свою, уродненькую, да? Так если у меня тоже такие же загоны. Вот, поэтому мне лучше даже не начинать себя этим травить мороженым, затравивать душу, душу травить. Вот. Я поэтому попила с ней кофе, поболтала о жизни, о работе, про ее работу мы поговорили. Много чего для своей работы подчеркнула. Она для своей вот эта хорошая продуктивная беседа была, которая очень мне была интересна. Вот. Я тоже, девочка, у меня есть иногда знакомые. Вы не думаете, что какой-то нелюдимым его быть. Про тебя так навряд ли кто-то вообще подумает. Да? Просто слишком позитивная веселушка. Не, многие думают, что я ни с кем уже не дружу, что я всех друзей вычеркнула. А, ну то есть это твой дизь постоянно, в каждой моей улице. Да, ну я немножко недоверчивая стала к людям. Но это не значит, что я перестала с ними общаться. Общаться-то я все равно с людьми общаюсь. Конечно, вот. А так, вот, на серьезное чаепитие. Имеется в виду, я не хожу как бы так на вечеринке. И на чаепитие по-настоящему. Да, потому что меня уже знали, что я не пью уже три года. И не ем. И не забудут по этому. Вот по всей этой же причине. Я просто, ну, ну что, я их уже так... Я могу их, конечно, повеселить, но это ж не надолго. Надо себе находить новых поделок по интересам. По фитнесу, по зарабатыванию денег, если кого-то это интересует. По макраме, по купанию в бассейне. Ну, что вы любите? Ну да, если вы куда-то ходите в один кружок. По воспитанию детей. Короче, кто еще любит, ну да. В детском саду вот водите вместе детей. Света тоже, вон, все подружки оттуда. Так и всегда мамы с ней знакомятся, чтобы дети играли. И ты общаешься хоть с мамами. Это скучно, что вносит. Ой, что-то совсем жарко. Я кажется, здесь сейчас буду спать. Пошли хоть на работу там, хоть твоя хладненькая. Ой, хорошо, хоть кондиционер там есть на работе. А у нас там еще... Вы на море собираетесь с мужем? Нет, спасибо. С мужем нет. А без мужа сама собираешься? С Машей. Маша же приехала. Да, я теперь могу спокойно с ней ходить купаться. Ты хоть там Машеньку поснимай. Поснимаю. Девочкам нашим. Конечно, поснимаю. Вот. Мы сейчас пойдем опять в аквапарк уже с Машей. Мы уже об этом говорили. Вот, она ждет, не дождется. Вот, я и скажи, что я хотела сказать. Уже мысли получили. Тебе магнит не надо? Нет. Там какие-то скейтки. Мы не работаем написано. Видишь? Сюда не идите, мы не работаем. Почему-то люди все равно заходят. Ты хоть плакат на всю эту скелу напиши. Это не магнит не работает. Это эконом там какой-то не работает. Чем больше плакат, тем меньше его читают. А взвешенные люди, что мне нравится, что там без всяких обрезаний, вырезаний. Там просто вот чисто... Обрезание чего? Желудков, там чисто учат питание, потом следят за твоей психикой, психологией, учат, как правильно нужно кушать. Там, ну, с твоей психикой хорошо работает много психологов. Естественно, трение. Вот. И что там? Спой, питание, психология и диетология. Все вот там есть. Правда, жалко его больше не снимают. Ну, посмотрите, ставили, Оли, каких-то не видел. Полным-полном в ютубе. Да там два сезона только было, и все. Я их оба видела. Ну, кто никогда не смотрел, девочкам хватит. Да, посмотрите. Вообще обалденно. Смысл поймут. Ток-шоу. Там все объясняют, а я скажу. Ну да. Ой, ё-моё, какая жара. Что-то у меня же прям сердце выпрыгивает сегодня. Девочки, ну, мы будем с вами прощаться. Если пойдем на море, потом куда-нибудь вставим. Да, да, да. Если вечером кто-то пойдет на море, будет обязательно это все снимать. А мы вас любим, целуем. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока.